Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. На календаре сегодня 18 марта, четверг, и сегодня в нашем выпуске, как всегда, самые разнообразные темы для беседы. Так, в ближайшее время мы поговорим о таком коварном заболевании, как сахарный диабет, и напомним нашим радиослушателям и телезрителям, что в этом году исполняется 100 лет со дня открытия инсулина. А после в этой студии встретимся с психологом и поговорим о панических атаках. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию. Телефон прежний 320066 и 32166. А также вы можете задавать свои вопросы по нашему WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Итак, в этом году весь мир отмечает довольно знаковую дату – 100-летие открытия инсулина. И завтра по этому поводу в Якутске состоится научно-практическая конференция «Современная клиническая диабетология. Инновационные решения и возможности». Более подробно об этом мероприятии, об инсулине и о заболевании, при котором требуется инсулин, нам расскажет Любовь Сыдыкова, заместитель директора Медицинского института СВФО по клинической работе, заведующая кафедрой пропедевтической и факультетской терапии с эндокринологией и ЛФК Медицинского института СВФО, главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики, кандидат медицинских наук. Доброе утро, Любовь Ахмедовна. Доброе утро. Давайте для начала напомним нашим радиослушателям и телезрителям, что такое инсулин и какова история его открытия. Инсулин – это гормон, который вырабатывается в нашем организме. Это очень необходимый гормон, необходимо отметить. И он нужен для того, чтобы глюкоза, основной источник энергии, проникал в клетки и выполнял свою основную функцию, то есть сгорал с выделением энергии. Есть инсулинозависимые ткани, это печень, жировая ткань, мышечная, куда глюкоза проникает с помощью инсулина. И вот когда инсулина не хватает, возникает проблема, которая называется сахарный диабет. И ровно 100 лет назад был открыт данный гормон и удалось создать его лекарственную форму. И с тех пор считается, что сахарный диабет первого типа на тот момент был побеждён. Потому что до этого момента все дети с сахарным диабетом первого типа, к сожалению, неизбежно погибали от кетоацидатической комы. А что такое сахарный диабет? Как им болеют вообще? Сахарный диабет – это на самом деле группа метаболических или так называемых обменных заболеваний, которые имеют одну характеристику – повышение уровня сахара в крови. И выделяют несколько типов сахарного диабета. В первую очередь это сахарный диабет первого типа. Это аутоиммунное заболевание, которым заболевают лица молодые до 30 лет. Может заболеть ребёнок несколько лет от роду. Может заболеть молодой человек чуть старше 30 лет. И данное заболевание характеризуется деструкцией или, по-другому сказать, гибелью бета-клеток, клеток, ответственных за секрецию инсулина. И наступает история абсолютного дефицита инсулина. Поэтому эти пациенты нуждаются пожизненным показаниям как раз-таки в заместительной гормональной инсулинотерапии. Процент данного типа диабета невысокий. У нас в республике, в частности, не более тысячи пациентов с первым типом диабета. Основная масса пациентов с диабетом – это второй тип диабета, который возникает уже чуть в старшем возрасте, старше 40 лет. И сахарный диабет второго типа как раз-таки имеет так называемые управляемые факторы риска. То есть непосредственно эпидемия сахарного диабета второго типа полностью совпадает практически с эпидемией, скажем так, ожирения. Поэтому вот такие факторы риска здесь имеют большое значение. И здесь не только мы говорим о нарушении секреции инсулина, о многих, в частности, это 11 целых патогенетических факторов развития. И второй после нарушения секреции инсулина – это очень важный фактор, такой как инсулинорезистентность. То есть вроде бы как инсулин вырабатывается, но клетки к нему нечувствительны. Также есть гистационный сахарный диабет, который мы выявляем у беременных женщин. И это очень важная проблема для того, чтобы родился здоровый ребёнок. Обязательно проводим скрининг по гликемическому профилю у беременных женщин. И также есть группа, которая называется «Другие типы диабета», которые связаны с проблемой поджелудочной железы, например, опухоль поджелудочной железы, или по поводу панкреонекрозы, если удалили поджелудочную железу. Также к этому типу диабета относится диабет, который возник из-за приёма каких-то лекарственных препаратов, в частности гормонов, преднизолона, например, и при других эндокринных заболеваниях. Тоже может встречаться как симптом повышения уровня сахара в крови. А как понять, что сахарный диабет, какие его симптомы, например, при первом типе? Вообще, первый тип, необходимо отметить, что он не нуждается в поиске. То есть это очень агрессивное начало. Когда разрушается более 80% бета-клеток, наступает состояние кетоацидоза. То есть ребёнок, чаще всего это всё-таки ребёнок, первый тип диабета, начинает очень много мочиться, очень много пьёт воды, становится очень слабеньким, худеет, поскольку начинают уже разрушаться мышцы, жировая ткань. И что ещё можно отметить? Если это уже кетоацидоз, возможен запах ацетона изо рта. И позже уже, когда всё это прогрессирует, появляется так называемое рефлекторное дыхание Кусмауля. То есть это вот такое тяжёлое дыхание, которое врачи не пропускают. Это что касается первого типа диабета. А второй тип диабета как раз нуждается в поиске. И многие люди могут много лет не знать о том, что у них сахарный диабет, не обращать внимания на какие-то не очень ярко проявляющиеся симптомы. Тоже это будет сухость во рту, полиурия, то есть это моча и изнурение, и полидепсия, то есть очень много воды хочется пить для того, чтобы вот эту вот, скажем так, дегидратацию, обезвоживание как-то компенсировать. Ну и при втором типе диабета очень часто пациенты могут обратить внимание на то, что у них раны плохо заживают, какие-то могут быть проявления в виде зуда, кожных покровов, слизистых оболочек. Также, конечно, это будет выраженная слабость, какие-то простезии называются, да, нарушение чувствительности кончиков пальцев, рук и так далее. То есть это всё проявление уже высокого сахара в крови, но который так ярко может сильно не проявляться при втором типе диабета. А кто подвержен этому заболеванию? Кто входит в группу риска? Существует действительно группа риска, и здесь нужно понимать, что сахарный диабет всё-таки наследственное заболевание. Наследственность при первом и втором типе разная. Если это первый тип диабета, всего 2,5-5%, то есть процент здесь невысокий. И это конкретно аутоиммунное заболевание, которое имеет определённые генетические детерминанты, то есть у всех более чем 90% этих пациентов мы выявляем определённые генетические маркёры, скажем так. А второй тип – это намного сложнее, поскольку каждая этническая группа имеет определённые патогенетические механизмы развития сахарного диабета второго типа и наследование в том числе. Но в общем можно сказать о том, что наследование очень высокое, составляет порядка 40%. Поэтому если у вас есть наследственность по сахарному диабету второго типа в возрасте старше 40 лет, конечно, ежегодно необходим мониторинг уровня глюкозы в крови хотя бы натощак. Для начала, чтобы дальше уже увидеть картину. Какие виды инсулина на сегодняшний день существуют? На самом деле, когда Фредерик Бантинг, это был канадский учёный, на самом деле очень интересная история. Он был хирургом военным и заинтересовался темой сахарного диабета, когда его друг умер от этого недуга. И уже в Университете Торонто на кафедре профессора Маклеуда была открыта эта молекула. Создавали ситуацию с первого типа диабета у собаки, панкреатектомированную, который удаляли поджелудочную железу. Доставали из поджелудочной железы вытяжку. И вот эту вытяжку вводили и получали снижение уровня сахара в крови. И с тех пор стали уже изучать структуру инсулина. Это полиепептидный гормон, состоит из 51 аминокислотного остатка, связанных двумя десульфидными мостиками. И оказалось, что инсулин свиньи и инсулин быка отличаются от человеческого всего на одну или на две, соответственно, аминокислотных остатка. Поэтому вначале использовались так называемые животные инсулины. Затем наступила эра генноинженерных человеческих инсулинов. То есть геном человека, участок определенный, ассоциируется с геномом эшерихии, колеи или дрожжевой культуры. И они начинают синтезировать чистые человеческие инсулины. Но, как мы знаем, инсулин у нас выбрасывается в кровь, в портальную вену, а мы вводим подкожно. Поэтому профиль действия этого инсулина не совсем совпадает с физиологической секрецией инсулина. И сейчас мы уже с вами шагнули в век так называемых аналогов инсулина. То есть это инсулины с заданными свойствами, которые имеют определенные геномодифицированные изменения. И уже обладают теми, скажем так, свойствами, которые нам так необходимы. Либо это очень длинный профиль действия, беспиковый, либо это очень, наоборот, короткие инсулины, которые мы вводим на еду. То есть это называются аналоги инсулинов. Это инновационный инсулин. А с какими проблемами могут сталкиваться те люди, которые страдают сахарным гибиатом и нуждаются в инсулине? Проблемы вы имеете в виду со здоровьем? Со здоровьем, социально-бытовым, социально-экономическим. Какие проблемы могут быть? Вообще, конечно, когда мы говорим о лечении сахарного диабета, в первую очередь она нацелена на профилактику так называемых поздних осложнений. Не нужно забывать о том, что сахарный диабет – это хроническое, к сожалению, на сегодняшний день, инвалидизирующее заболевание. И поэтому действительно нуждается в обязательной медикаментозной терапии. Что ж, огромное спасибо за интересную и полезную беседу. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Сейчас мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Доброе утро, дорогие друзья! Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. И сейчас я хочу представить вам нашего следующего гостя. Это психолог, старший преподаватель Института психологии СВФУ Светлана Фёдорова. И мы поговорим сегодня о таком понятии, как панические атаки. Доброе утро, Светлана! Доброе утро! Для начала объясните нам, пожалуйста, что такое панические атаки? Панические атаки – это острый приступ страха. И они возникают на пустой основе. То есть никаких предпосылок. И вообще нет объективной причины для возникновения страха. Допустим, если на вас нападает человек с ножом, либо собака – это объективная причина страха. А тут просто сидишь или что-то читаешь, просто идёшь, и вдруг накатывает тревога, страх, паническая атака. И вообще невозможно. Из-за этого в основном люди больше пугаются. Что непонятно, почему. Из-за неожиданности вот этих приступов. Приступ начинается буквально за секунды. И накатывает до 10-20. Иногда бывает до больше часа такие панические атаки могут быть. То есть получается, что если на меня накатило внезапное чувство тревоги и страха, это значит, у меня панические атаки. Нет, там ещё симптомы должны быть. Просто страх тревога может быть. Просто так. Но симптомы – это одышка. Первое – это то, что человек начинает делать, задыхается, и у него появляется чувство нехватки воздуха. Второе – это повышенное артериальное давление, может быть, сердцебиение, тахикардия и чувство того, что всё уплывает из-под контроля. Вообще бесконтрольность состояния человека – основной симптом. И поэтому мы же привыкли всё контролировать. И когда всё уплывает из-под контроля, и непонятно почему, страх увеличивается в несколько раз. Как долго может длиться такой приступ? Ну, я уже сказала, что от нескольких, от 10 минут до полутора-двух часов. Ой, это долго, да. Да, долго. А как много людей на планете, и, может быть, вы знаете о количестве в Якутии, вот страдают паническими атаками? В Якутии я не знаю, но исследования по всему миру, которые делают учёные, да, говорят о том, что страдает до 3% людей земного шара, да, либо некоторые говорят 5% людей, то есть практически это каждый пятый может быть, да. Но это не у всех и не всегда. И потом должны быть какие-то объективные причины того, почему это с человеком случается. Просто так, паническая атака у вас случиться не может. Ну, к вам обращаются в нашем городе, да? Да, обращаются, но в основном обращаются, конечно, женщины, потому что, ну, женщине, как бы, скажем, да, понятнее, что можно обратиться за помощью, да, и не стыдно. Мужчина держится. Да, мужчина держится за всех сил, там, ему кажется, что... Ну, ему стыдно признаваться в том, что ему страшно. Ну, потому что у нас такой менталитет, да, мы воспитываем же мужчин таким образом. Мальчиков, ты мальчик, ты не должен бояться, и не должен признаваться в том, что тебе страшно. Ну, получается, что по статистике паническими атаками больше подвержены женщины, да, нежели мужчины. Да, 70% с паническими атаками – это женщины, но мне кажется, что в основном из-за того, что они больше обращаются. А подвержены ли паническим атакам дети, или это суббубо взрослые? Нет, дети тоже страдают, чаще всего в подростковом возрасте, но у меня был один клиент, очень маленький, 4 годика, да, но в основном, вот когда панические атаки случаются у детей, в этом виноваты родители, то есть мама. Мама, очень тревожная мама, да, и ребёнок, ну, заболел, был вот этот ротовирус, и у него тошнота была, да, вот как симптом. Она, мама, так забеспокоилась, что у ребёнка вот этот постоянный страх, тошнота появился, да, меня вырвет, меня вырвет, там, и никак не может успокоиться, да, и когда мама пришла, выводу, что у ребёнка паническая атака, она пришла ко мне, на сессию, да, и в итоге мы работали не с мальчиком, а с мамой. Когда мама успокоилась, когда она уже начала это воспринимать, и мы мальчику объяснили, что ничего страшного не происходит, да, и ещё его там всё время он рыкал, да, и вот его вот это пугало очень, да, и когда мы просто с юмором объяснили, что это ничего страшного, там воздух ходит, и что в Америке есть даже такие конкурсы, кто больше рыкнёт, да, и он, возможно, бы занял первое место, так как у него там очень долго, и каждый раз получается быстро, да, и он начал над этим смеяться, и вот этот симптом, он непроизвольно сам прошёл. Ну, получается, что панические атаки можно вылечить, скажем так, вот именно с психологическими приёмами, или, может быть, есть какой-то медикаментозный способ? Медикаментозный способ тоже есть, потому что врачи этим тоже занимаются, они просто вот успокоительные всякие разные, да, вот антидепрессанты назначают, это тоже помогает, но он как бы снимает, да, вот страх в основном, а потом, конечно, только психотерапия. Как много нужно будет сеансов, чтобы вот успокоить себя? Ну, это зависит от того, насколько вот это заболевание, ну, не заболевание, вот эта паническая атака овладела вами, да, потому что бывает, что человек просто, бывают одиночные приступы, а бывает так, что у человека как бы вот с одного приступа вдруг начинает там больше и больше фобий, страхов появляться, да, то есть у одной моей клиентки, которая обратилась ко мне по поводу панических атак во время перемещения самолёта, у неё начало всё время прибавляться, да, сначала она только вот боялась самолётов летать, вот запаха самолётов только, да, вот вообще не могла, потом звук сверчков, звук океана, потом перестала выходить из дома, потому что боялась, да, встречаться с подругами, и только рядом с мужем, и было хорошо, спокойно, и рядом с ним она чувствовала себя нормально, да, и пришли ко мне на сессию в твоём. И я сначала подумала, что это семейная там пара, да, и говорю, у вас семейная консультация? Она говорит, нет, вот жене нужна помощь, я говорю, а зачем вы пришли, да, она говорит, вот я без него, у меня сразу паническая атака моментальная, я захотела посмотреть, удостовериться, говорю, уйдите, пожалуйста, за дверь, и как только он вышел, вот женщина начала буквально задыхаться. Получается, что вот эти все виды фобий, аквафобия, агорофобия, это можно всё отнести к паническим атакам? Нет, это раздельные фобии, да, но только вот после панических атак, когда человек начинает бояться, вот эти фобии могут прибавляться к паническим атакам. Угу. Так, а вот как можно всё-таки помочь вот в этом случае? Помочь, да, то есть, в принципе, вот когда настигла паническая атака, да, надо успокоить человека в первую очередь, и успокоить можно при помощи дыхательных упражнений, да, каким образом, ну, например, когда человек задыхается, он чувствует, что ему воздуха не хватает, да, и что мы начинаем делать? Начинаем активно дышать. Активно дышать, да, то есть это гипервентиляция лёгких получается, да, и лёгкие прямо вот расправляются, и больше там некуда воздуху подступать, а мы дальше дышим-дышим, да, и получается у нас страх, что у нас кислорода не хватает, у нас, наоборот, переизбыток, да, для этого, чтобы новый кислород поступил, мы должны выдохнуть. То есть помните вот американских разных фильмах показывают, что они... Пакет дышит. Пакет дышит, да, вот это очень хорошее, да, либо был такой приступ, когда прямо на моих глазах задыхалась девушка, и вокруг бегают, и говорят, дыши, дыши, да, и она там... А я прибежала, говорю, всё, успокойся, выдыхай, да, и на счёт стали выдыхать, раз, два, три, там, потом раз, два, три, четыре, выдыхай, да, то есть вдох короткий, да, выдох длинный, и человек успокаивается, у него появляется место для кислорода, ну, лёгких, грубо говоря, да, и она понимает, что он уже может спокойно дышать. Но в этом случае вот вы помогли ей, да, этой девушке, то есть как помочь товарищу, мы уже поняли, а как помочь самому себе? Самому себе, да, то есть самое главное, тут надо осознавать, что паническая атака – это не смертельно, потому что когда в период панической атаки человек испытывает тревогу, страх смерти именно, вот сейчас умру, да, на самом деле паническая атака никакого вреда организму принести не может, просто вот страх появляется, да, и это надо осознать и успокоиться, да, то есть опять-таки дышать, и есть, вот, мне очень нравятся приёмы Хасая Алиева, да, нашего советского психолога, сейчас уже российского, в канале YouTube есть, если у вас есть панические атаки, можете посмотреть, да, чудесная синхронная гимнастика, метод ключа, да, то есть когда плавные движения успокаивают, синхронные движения успокаивают, и человек чувствует, что напряжение сходит. То есть, получается, нужно заниматься китайской гимнастикой, да? Можно, да, вот этот ушу всякий разный, да, то есть вот то, что гармонично, плавно, вот это помогает. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить нам в студию и задавать вопросы нашему гостю, сегодня, напоминаю, у нас в студии психолог, ей говорим мы о панических атаках. Светлана, а вообще что может спровоцировать панические атаки? Ой, спровоцировать может любой пустяк, например, да, то есть есть такие, так называемые стимулы, да, ну, например, во время какого-то у вас сильного страха, травма произошла, да, вы про это уже забыли, но был какой-то запах. И вот этот запах вы просто уловили где-то, да, и сразу идёт стимуляция всего мозга, всего организма, и страх прямо вот по венам бежит, да. Получается, либо что-то увидели похожее, либо как-то вот так. Иногда бывает, что у меня вот была такая клиентка, она говорит, вот, всё хорошо, я работаю очень сильно, сейчас устала, получила отпуск, наконец-то, да, и решила, что отдохну, да. Вот неделя безделья, чемпионат по хоккею, я там, болельщица, да, приобрела кучу там всего, сижу, чипсы, пила, да, сижу, и вдруг меня вот настигает паническая атака, вот я не понимаю, что произошло. Вот вообще дома сидит, да, там просто получается так, что всё время было напряжение, напряжение, потом напряжение отпустило, да, успокоилось, и в это время вот настигает воспоминание какое-то, да. Мы когда начали считать, обычно вот есть такая психолог Татьяна Калошина, телесный терапевт, она считает, что у неё есть своя теория, что вот причиной панической атаки может быть травма, которую вы получили 8-9 месяцев назад. То есть в течение года, да? Да, в течение года. И когда мы отсчитали 8-9 месяцев, как раз получилось, что у этой девушки... Возвращается, получается, да? Ага, у этой девушки был случай суицита своего друга. Мы продолжим, Светлана, беседовать о панических атаках через рекламную паузу. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студии и задавайте вопросы нашему психологу. Мы продолжаем беседовать с психологом Светланой Фёдоровой о панических атаках. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону и задавайте свои вопросы. Телефон в студии прежний, 320066-32166. И также вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp-номеру 8-964-428-8818. Светлана, а можно ли... Какие причины вообще можно назвать? Причины возникновения панических атак? Причины возникновения панических атак, они совершенно разные у разных людей. То есть невозможно... Поэтому вот единой этиологии этого заболевания нет. Вот причина может быть, например, в постоянном хроническом страсте. Была у меня такая тоже клиентка, которая пришла и не могла даже рассказать, что с ней происходит. И оказывается, она постоянно молчала всё время. Всё своё недовольство, всё свою злость она вот копила-копила. И потом иногда были драки с мужем, потому что она не могла сдержаться. Но так как она считает, что неправильно себя ведёт, постоянно вот это всё замалчивала. И в итоге у неё тоже панические атаки начались. Это как кипящий чайник, которым мы заткнём всё дырочки. И потом, как только у неё вообще сила заканчивается вот это держать, там бах и паническая атака. И когда просто сняли напряжение при помощи вот этих Асай-Алиева упражнений. Кстати, могу показать, если что. Покажете обязательно. Попозже чуточку. У нас в студии есть звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Паническая атака. Это коварная болезнь, кажется. Вот у моей дочки после обосстрения остеохондроза началась паническая атака. Она от всего боялась, что болезнь опять обратно придёт. Потом бахсет превратил, что у него не в рост. Так может случиться? Да. Когда у человека появляется первый раз паническая атака, он начинает всё время ждать вот эту атаку. Потому что боится смерти, боится умереть. И вот ожидание иногда может спровоцировать то, что всё чаще и чаще может быть. У больных раком тоже, я знаю, это быть. Потому что навязчивые же мысли, да, вот мысли, если по-якутски сказать, вот, кейсонатно, да, то есть человек живёт своими мыслями, да, это то, не как он думает, а то, о чём он думает. У нас ещё один вопрос. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Я бы хотела спросить её в городе Якутске, по какому телефону можно обратиться, чтобы записаться на её? Ага. Вы можете найти психолога Светлану Фёдорову, старший преподаватель Института психологии нашего университета. И вы же принимаете, да? Да, в Центре психологической помощи «Надежда» по Октябрьской 3, кабинет 12. Так, и ещё о каких причинах можно говорить, если мы говорим о панических атаках? Ну вот, я про Татьяну Калышину упоминала, что это вот девушка, которая переживала суицид у своего друга, но у нас как бы не принято, да, у христиан, у якутов не принято облакивать суицидентов, то есть как бы запрещается. И она в итоге тоже себе запретила вот это всё делать, потом конфликты на работе, работа такая вся нервная, да. И в итоге, когда она вот успокоилась, неделю пробыла, да, вот это неоплаканное горе, да, послужило причиной именно панических атак, да. Когда она это всё осознала, переболела, перегоревала, это всё у неё ушло, да. Что ещё может быть? Психотравма какая-то, да. Ну вот у детей, например, вот тревожность родителей. Очень много бывает разных-разных причин. А беременность может послужить причиной или спровоцировать вообще возникновение панических атак? Не беременность может быть, да. Или может быть после вот этого? Скорее всего, вот тревожность самой личности. Бывают же вот очень тревожные люди, да, бывают спокойные люди. Если у тебя тревожность повышенная, вот как раз и может быть причиной того, что спровоцируется паническая атака. У нас в студии снова звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Ага. Я, например, вот это про панические атаку я говорю. Вот это, когда я одна осталась, да, мне начинается вот это быстрое субьение, как будто это паническая атака. Отчего это? Отчего это? Нет, недавно, вот это год, 15 лет назад это начиналось, не паническая атака начиналась. Мне сердцебиение 210 было, вот это минуту. Вот это сразу кардиограмму сделали. А потом назнать вот это, как это, кардиологу. Потом кардиолог, если у вас этого не было, вы вообще, я не повериваю. Вот это, субьение, можно это умирать. Нет. Нет, это приступ начиналось с 2 часа, прямо в больнице. А вот это или или снимали после 2 часов. Ну, причину, вот сейчас прямо, конечно, я вам не скажу, надо это поработать, да. И бывает то, что, ну вот очень хороший случай вспомнила, как раз, когда вот эта женщина вспомнила, да, вот недавно была женщина, которая панические атаки переживала в 9 классе, потом, после рождения первого сына, и третий раз вот перед приходом ко мне, да, и говорит, вот я боюсь умирить, у меня сердцебиение, там, страшные силы, ребёнок 15 лет, я не могу оставить его одного. И когда вот начали вспоминать, когда ещё это было, да, она говорит, в 9 классе. И оказалось то, что когда травматичная ситуация была там со старшим братом, который пил, да, дебоширил, и она почувствовала, что, когда разбил он зеркало, она почувствовала, что как будто она проглотила осколок. Всё это просвечивали, ничего такого не было, и мама с папой решили, что она уедет в другой город и там закончит, да. И панические атаки сразу прекратились. Второй раз у неё была паническая, да, когда ребёнок родился, муж оказался наркоманом, тоже очень, ну, плохая такая конфликтная ситуация. Мама с папой приехали, забрали дочку, да, то есть всё это прекратилось сразу, и подсознание это восприняло таким образом. Если у меня что-то такое, что я с чем могу не справиться, да, паническая атака мне помогает выйти из этого состояния. Когда у меня паническая атака, мне начинают помогать люди. А сейчас родителей нет, нет никому помочь, но женщина, то есть подсознание-то об этом не осознает, и когда женщина осознала периодичность, да, с какой целью это у неё происходит. То есть паническая атака происходит для того, чтобы ей помочь, да. Очень интересно. У нас снова звонок, мы вас слушаем, доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. У меня аллергия, и она не проходит. Я показалась к врачу, она назначила мне супрастин. А она не проходит вообще. Всё равно не проходит. И с каждым днём всё хуже становится. Спасибо за звонок. Ну, к сожалению, я не врач, поэтому не могу… Ну, надо причины аллергии опять-таки посмотреть. Если это психосоматика, то нужно, конечно, работать и не только с врачом, но и с психотерапевтом, да, раскопать причины. А вообще по психосоматике, если так посмотреть, аллергия – это отрицание мира. То есть человеку не хочется жить, вообще как бы ненависть к миру, как бы, да. Но не знаю в этом случае что. Нужно, чтобы она пришла к психологу. Нужно, мне кажется, пройти полное обследование. Полное обследование, да. И заодно сходить к психологу. Да, потому что всё объяснить и вылечить психолог тоже не может, да. Светлана, вот вы говорили, что спровоцировать панические атаки могут какие-то действия, которые произошли 8-9 месяцев назад, да. Почему именно этот срок? Ну, вот почему именно этот срок, я не могу сказать. Это вот теория Татьяны Калушиной, да. Вот я у неё слушала вебинар, и это вот за это зацепилась, да. Потому что вот на первых порах, когда ко мне приходили клиенты, я вообще не понимала, что с ними происходит. Ну, допустим, пришла женщина и говорит, я не могу есть. У меня, как только начинаю кушать, у меня паническая атака, да, что я задохнусь, поперхнусь и умру. И она похудела за месяц на 15 килограмм, потому что вообще ничего, кроме воды, не может есть, только пьёт, да. И вот это была моя первая клиентка по паническим атакам. И я не знала, что делать, просто при помощи гипноза, дрансовых техник сняла напряжение, да. И она ушла и говорит, пишет мне, что хорошо кушает, а через два дня всё вернулось. И только тогда я осознаю, что нужно искать причину, да. А причина оказалась в том, что она вот некоторое время назад, ну, может быть, и через 80 назад, это я сейчас не помню, она ухаживала за своим дядей, который умирал от онкологии, раб пищевода, да. Умирал голодной смертью. И она это восприняла очень близко к сердцу. И когда, ну, она ещё говорит, что вот смерть, она была, ну, длительная, ну, он долго умирал, и как бы долгожданная какая-то смерть была, да, и он, наконец-то, освободился от мучений. И я поэтому, говорит, её отпустила легко. Но после смерти дяди, где-то вот неделю или месяц спустя, точно тоже не скажу, она просто сидела в кафе, обидала с подругой, выпила воды, поперхнулась, и у неё вот появился этот страх. И причиной было то, что, опять-таки, горевание, да, она не смогла отпустить, и страх вот появления заболевания. Вообще панические атаки, они цикличные, они могут возвращаться? Да, возвращаются. А это сезонные явления или нет? Нет, это не сезонные. То есть и зимой, и летом, может быть. Ага, и какие меры профилактики вы можете порекомендовать? Очень коротко. Меры профилактики, ну, правильное питание, физкультура, отдых. И, ну, вот, настроение постоянно должно быть, ну, позитивно по мере, постараться, да, чтобы было. Настраивать себя, что-то, да, да. Что ж, огромное спасибо за интересную, полезную беседу. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы беседовали с психологом Светланой Фёдоровой и говорили мы о панических атаках. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева за режиссёрским пультами Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. Увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!